Варю себе еду. Хочу пару слов сказать по поводу, когда я варю еду. Я вдруг понял, что мне нужно сказать пару слов по поводу вымирания России. Знаете такое выражение? Вымирание России. Вот. Это пришло мне в голову такая идея поговорить об этом тогда, когда я себе решил приготовить немножко покушать. Сейчас кушать особенно в ресторанах не могу. Сорвался без лудок. Борюсь и рыбку. Значит, все знают об этой проблеме. Это, кстати, в дополнение к моему манифесту, который я опубликовал пару дней назад. Все знают о проблеме вымирания России. Значит, если взять цифры, в год в Россию приезжает, каждый год в Россию приезжает 10 миллионов нацменов. Из России выезжает примерно 150-200 тысяч человек русских в Америку, в Европу, в Австралию. В пропорциях уже как бы не коренного населения к коренному, вы уже видите эти пропорции. В школах уже примерно 20-30% нацменов. Я там не живу, но я это знаю. Где-то через 5-6 лет нацмены станут большинством в России. Через 10 лет русских вообще не останется в России. Это делается сознательно. Почему это делается сознательно, я немножко позже объясню. Значит, есть такая русская православная церковь во главе с кучей, ладно, не буду говорить кого, бывших этих чуваков, сотрудничающих раньше с КГБ, которые сейчас сотрудничают с властью колониальной в Кремле. Так вот, эти попы, они служат для того, чтобы обеспечивать основную идею власти, которая сейчас находится в Кремле. Эта идея называется «Разделяй власть». Вот таким образом они отделили Украину, где проживает 48 миллионов русских. Из этих 48 миллионов 40 миллионов говорит по-русски, 8 миллионов говорит на смеси польского с русским. Вот они вот отделили Украину. Не Украина отделилась от России, а Россия отделилась от Украины. Давайте называть вещи своими именами. Эта вот власть оставила на произвол судьбы русских. В Прибалтике и в прочих странах, не таких развитых, как Прибалтика. Вы знаете, это прекрасно. Так вот, русская православная церковь сейчас идею в общество проводит, что Россия вымирает, потому что происходит падение нравов. Мол, бабы не хотят вести себя так, как соответствуют, прелюбодеяния, педофилия кругом. Никто не хочет детей рожать. И, в общем, надо ужесточить политику, ввести чуть ли не дресс-код, заставить баб, поставить их обратно на кухню. Вот я сейчас на кухне. Чтобы не я тут стоял на кухне, а моя жена мне готовила. Ну, моя жена мне готовит не здесь, правда, в другом месте. Итак, я хочу сказать, что дело не в падении нравов и дело не в падении нравственности у женщин или у мужиков. Значит, давайте так, возьмем небольшой пример. Вот здесь, скажем, 10 нормальных семей. У них есть поле. Они там сеют хлеб. Они там кушают, растят детей, у них все есть. Вот они вот живут, любят друг друга, носят друг другу подарки, не засматриваются на чужих жен, понимаете. Пока у них все есть, у них все нормально. Как только у них не урожай, все эти 10 семей превращаются в злейших врагов. Они начинают друг друга убивать и воровать. Это произошло падение нравов не из-за того, что люди там интернета начитались или книжек каких-то, или американских фильмов. Падение нравов произошло, потому что хлеба нет. Понимаете? Сократилась кормовая база. Вымирание происходит в животном мире. Не от того, что падение нравов у каких-то обезьян, орангутанков произошло, а потому что бананы с деревьев исчезли. Вот. Как там моя рыбка? Как это относится к нацменам и к русским? Вот нацмены, которые приезжают в Россию, занимают все, они как бы приезжают, скажем так, в России сокращается кормовая база, русские вымирают. Однако нацмены приезжают миллионами и достаточно хорошо живут, процветают, рожают кучу детей, русские не рожают. Что происходит? Дело в том, что в России все-таки есть достаточно, если мы говорим о кормовой базе, достаточно развитая структура для поддержания жизни людей. Однако у каждого человека разные стандарты. У русских один стандарт жизни, у того же самого, извиняюсь, нацмена, который приехал от кого-то с гор, у него совершенно другие стандарты жизни. Поэтому нацмену с гор может быть достаточно просто пожрать хорошо и поспать где-то в углу. У русского уже другие стандарты. У него эти стандарты были в 18 веке. В этом, в нашем современном веке, русский размножаться не будет, пока кормовая база России не будет соответствовать его стандартам жизни. То есть дело не в падении нравов. Дело в том, что русский человек ожидает более сложных стандартов, ожидает более... от жизни нечто большего, чем некий дикарь с гор, который приезжает в Москву и размножается. Просто размножается и занимает то, что там осталось. И вот он будет размножаться на этих остатках. А русский не будет размножаться. Русскому нужно дать хорошую школу, его ребенку бесплатную, хорошую поликлинику, его ребенку, хорошую квартиру. И что значит дать? Он имеет право на это. То есть я живу в Америке, я это все имею. Я имею три квартиры и фактически ничего не делаю. Понимаете? И таких людей миллионы здесь. Сотни миллионов. Почему не в России? Россия намного богаче Америки. Почему? Потому что в Кремле сидят гондоны, обычные гондоны, которые просто пиздят и эту кормовую базу сокращают. Понимаете? Вот есть какое-то говно, в Лондоне живет, у него 8 яхт, оно размножается. Почему у тебя 8 яхт, и ты размножаешься? Кто тебе их дал? Какое ты имеешь право это иметь? А у всех остальных вот это вот за последние 20 лет все уменьшается, 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 и естественно нормальных русских людей становится все меньше и меньше и меньше. Вот. И в конце концов, о, моя рыбка выкипела. В конце концов, придет такой момент, когда русских совсем не останется. Их сознательно сейчас заменяют русских, которые имеют более высокие стандарты жизни на национальные меньшинства с окраин России. Их специально заменяют. Эти национальные меньшинства имеют меньше прав, у них меньше требований к жизни. и они, собственно, выполняют ту же самую функцию для этих господ, которые засели в Кремле, нести им бабки. Понимаете? Они приезжают, платят туда, платят сюда, платят обратно. То есть, как бы, жизнь продолжается, в то же самое время коренное население сокращается. Вот. Такой небольшой видеосюжетец, пока я себе рыбку готовил. Пока я себе рыбку готовил.